Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Ипотека под 6% годовых. Россияне смогут получить кредит на льготных условиях. Конфликт словами не решился. Сотруднику одного из магазинов в Якутске сломали челюсть. Впервые в прямом эфире спустя три года в столице республики вновь зажглись две звезды. В 2018 году у многих россиян будет возможность получить льготную ипотеку под 6% годовых. Согласно документу, это право имеют семьи, в которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок, имеющий российское гражданство. И в том случае, если кредит оформлен на первичном рынке жилья. Кроме того, семьи с уже оформленной ипотекой смогут получить рефинансирование ипотечного кредита. Управляющие компании будут обязаны уведомлять заранее о повышении тарифов. Соответствующие поправки подготовил Минстрой страны. Согласно требованиям, сведения должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома. При этом извещение необходимо печатать на официальном бланке компании. А оповещать жильцов о введении новых тарифов не менее чем за 30 суток до поступления платежки. Еще одно важное нововведение касается стоимости услуг. В поправках указано, что размер платы в пользу компании определяется на общем собрании собственников жилья и действует один год. Пенсионный фонд начал принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Этот новый вид государственной помощи полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или усыновлен после 1 января этого года. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка, поясняют в пенсионном фонде. Если полученная величина менее полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе, то можно идти в пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. Кто имеет право получить ежемесячную выплату? Те семьи, у которых годовой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. И они уже могут сейчас обратиться с заявлением в пенсионный фонд по месту жительства, либо через одного функционального центра. Ежемесячная выплата будет назначаться с даты, если они по истечении 6 месяцев обращаются, тогда с даты назначения, то есть с даты обращения будет назначаться ежемесячная выплата. В случае, если они сразу обращаются после рождения ребенка, тогда эта выплата начинает с 1 января 2018 года осуществляться. По факту незаконной добычи рыбы возбуждено 11 уголовных дел. В прошлом году Якутская природоохранная прокуратура провела работу по координации контролирующих и правоохранительных органов по борьбе с рыбным браконьерцем. В результате они наладили систему обмена информацией. Все материалы, имеющие признаки экологического преступления, направляются для уголовно-правовой оценки в правоохранительные органы. И в 2017 году по материалам, направленным Ленским территориальным управлением Росрыболовства, возбудили 11 уголовных дел, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Сотруднику одного из магазинов в Якутске сломали челюсть. В одном из торговых центров произошел конфликт между работником торговой точки и клиентом. В ходе словесной перепалки молодой человек нанес сотруднику магазина несколько ударов, отчего последний упал на пол. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали нападавшего, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас отдел дознания проводит проверку. А в праздники сотрудники полиции и экстренные службы работали в усиленном режиме. В эти дни зачастую увеличивается количество ДТП и других происшествий. Добавилось ли работы правоохранительным органам в январские каникулы 2018-го, выяснял Евгений Тайтонов. Новогодние праздники – одни из наиболее пожароопасных периодов. С начала этого года по республике зарегистрировано 16 пожаров, в которых пострадал один человек, погибли четверо. На территории города Якутска и его пригородах зарегистрировано 8 пожаров, имеется один пострадавший. Проводится профилактика также среди иностранных граждан, где именно они проживают. Беседы проводятся на тему пожарной безопасности, соблюдения ее. Во время новогодних праздников в травматологический пункт Якутска обратились более тысячи горожан, из них 700 с экстренными травмами. В основном, конечно, это преобладали переломы средней и легкой степени тяжести. Очень увеличилось количество за праздничные дни травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения в связи с праздниками и выходными днями долгими. Были случаи получения травм вследствие взрыва Петард. А на автодорогах Якутии 20 человек получили различного рода травмы в 16 дорожно-транспортных происшествиях. Всего выявлено нарушений по республике 3479. Из них выявлено водителей, управляющих транспортным средством, состояние алкогольного опьянения 110. Раскрыто 4 угона, изъято одно наркотическое средство в городе Алдане, изъято один боеприпас в виде 60 патронов в Татинском районе. Новогодние праздники позади, но органы, обеспечивающие безопасность населения, также продолжают нести свою службу с прежней ответственностью. Евгений Тайтонов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. В Якутии появится единый оператор по переработке и экспорту Бивни Мамонта. Его планируют создать власти Якутии совместно с китайскими партнерами. Логистические и производственные комплексы разместят на базе Торкангаласе. Создание единого оператора поможет снизить долю теневого рынка, который оценивается в 30-40 тонн и составляет до 30% от ежегодного объема добычи. Тысячу добрых дел сделают в Якутии в этом году в честь года добровольца и столетия военного комиссариата республики Министерство молодежи запускает акцию. До 5-го числа каждого месяца все муниципальные образования должны провести адресную помощь пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, труда и тыла в домашних делах. Сейчас идет подготовительный этап. Акция начнется со следующего месяца. После того, как я побывал волонтером на WorldSkills, мне захотелось узнать все о волонтерстве и начал заниматься добрыми делами. Потом вступил в наш центр, центр по работе с волонтерами и уже принял участие на многих крупных событиях нашего города. Делать добро – это нужно от всего сердца. Не нужно никого призывать к этому. Если человек хочет делать добро, он будет это делать. И я не настаиваю, чтобы каждый кто-то вступил в волонтерскую деятельность. Это как душа человека произойдет. Две звезды вышли на новый уровень. В этом году полюбившийся телезрителям совместный проект НВК «Саха» и «Бриллиантово цирка» впервые прошел в прямом эфире. 12 звездных пар исполнили хиты прошлых лет и подарили незабываемый для зрителей «Рождественский вечер». О том, кто стал победителем конкурса, а также обо всех подробностях за кулисье расскажет Любовь Васильева. Самым ярким дуэтом шестого проекта «Две звезды» стали артистка Саха-театра Елена Павлова и композитор Семен Чинянов. Пара исполнила песню Орликина из репертуара Аллы Пугачевой. К своему номеру они подошли с профессиональным мастерством. Именно в этом видят секрет своей победы. Каждый образ мы подетали, даже мизанцены какие-то мы продумывали. Сергей Васильевич Расторгуев тоже все помогал, поддерживал нас. Все было как на одном дыхании и была отдача от нас и от них. Как-то вот такая гармония. У Семена Чинянова Новый год начинается с побед. Его музыкальная студия удостоилась трех наград национальной премии «Юрдэл». И впервые за творческую деятельность он стал обладателем гран-при песенного конкурса «Две звезды». Мы весь репертуар Аллы Пугачевой посмотрели. Мы сначала остановились на «Миллион аллых роз». Потом все-таки подумали и выбрали песню Орликин. Эта песня раскрывает все аспекты. Дело в том, что там и вокально, и актерская игра. Подготовка проекта каждый год приходится на разгар новогодней суеты. Но праздничное настроение лишь прибавляет к постановке концерта яркости и эмоций. Каждый номер – мини-спектакль. Бессменный режиссер-постановщик Сергей Расторгуев и на этот раз удивил зрителей. Здесь мне тоже хочется отметить и помощь наших режиссеров. Марии Харлампиевы-Поповой, хореографа Мария Анна Саморцевой. Ну и всех звукооператоров, ну всей команды, которая работала на этот проект. А из выступающих, конечно, можно отметить каждый дуэт, потому что каждый дуэт был по-своему яркий. Впервые зрители принимали участие в голосовании и сами выбрали победителей почетного приза зрительских симпатий. Ими стал дуэт спортсмена Аяла Лазарева и певицы Галины Виноград. Чтобы у участников были равные условия, голоса принимались только во время выступления. Со всех уголков не только республики смотрели, как олимпиаду говорят, а смотрели и в разных городах нашей России. Это в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Алтае. Даже в Италии, говорят, смотрели из-за рубежа, тоже пришли отзывы. И все-таки в будущем, наверное, мы все-таки то, что опробировали в прямой эфир, так и будем работать. Каждый раз проект «Две звезды» раскрывает зрителям любимых артистов с другой стороны, а также открывает новые таланты. Что будет в следующем году, сейчас неизвестно, но организаторы уверены в одном. Зрители любят и ждут конкурс «Две звезды». А значит, он будет жить. Любовь Васильева, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Как избавиться от лишних калорий с удовольствием знают три десятка жительниц Алдана. Несколько часов в неделю девушки и женщины посвящают фитнесу. В спортзале побывали и наши корреспонденты. Большой кусок торта или сытный обед можно сжечь одной тренировкой фитнеса. Об этом свидетельствуют специальные счетчики-калориметры. 800 килокалорий за полтора часа, а это примерно 200 грамм конфет или миска, заправленного майонезом «Оливье». Сегодня такая силовая нагрузка будет. И судя по фитнес-браслетам, которые носят некоторые женщины, я думаю, в районе 600 килокалорий мы сожгем. Фитнес-группа при спорткомплексе «Снежинка», объединяющая порядка трех десятков женщин, является одной из самых многочисленных и стабильных. Мотивация к тренировкам у девушек различна. Одни приходят в спортзал за здоровьем, другие – за красотой, однако позитив получают все. Фитнес для жительниц Алдана – это прежде всего общение и положительный настрой. Повезло с тренером, говорят девушки. Оттачивая технику комплекса упражнений, она подает пример жизнелюбия и активности. В начале нулевых инструктор спорткомплекса Наталья Стуканева образовала фитнес-группу, чтобы женщинам красота и здоровье стали более доступными. Раньше не занималась спортом вообще. Когда познакомилась с нашим руководителем Натальей Стуканевой, это настолько задорный и заряжающий человек. Она меня настолько привела, и такую охоту, я даже похудела на 10 килограмм. Занятие должно не изнурять, а приносить удовольствие. Это главный принцип инструктора Натальи Стуканевой. Первая в наступившем году тренировка состоялась 3 января. Для спортсменок-любителей занятие не стало обузой. Девушки отправились в спортзал с энтузиазмом, чтобы взбодриться и активизироваться. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Можно ли в Якутии выращивать грибы? В России планируют выделять субсидии на эти цели, но поддержку получат компании, работающие в промышленных масштабах. Потепление не в радость. Повышение температуры воздуха в Центральной Якутии сулит увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Какую эпидемическую обстановку ожидают в Хангаласском районе? Новые имена Якутии в Высшей школе музыки сегодня начнется. Конкурс молодых исполнителей. Членам жюри предстоит оценить более 200 участников из разных районов республики. Таковы главные новости к этому часу о развитии событий. Узнаете из следующих выпусков также вся актуальная информация на сайте nvkanline.ru. Хорошего вам дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова